Время сейчас. Три часа утра. И Камила ещё не ложилась спать. Вот так вот. Хорошо я ей купила этот футбол. Вот так вот. О, Витя, в три часа это камера. Где-то вела, надо было футбол, я предполагаю, где... На гладилке я её приготовила, на завтра наглажку. А вот ещё попрыгать. А я ей дала в десять часов милоксен, молотанин. Одну таблеточку. И вчера, ну вот, нам как выписали, так я ей даю. После того, как я ей даю, сразу мы везде всё выключаем. Везде темно, тишина и покой. Но за второй день это дело не помогает. Наоборот, как будто он её перевозбуждает. Ну вот, под ней видно, да, что она в ближайшее время явно не ляжет спать. Проржала. И самое страшное, что главное, чтобы она снова не перепутала день с ночью. Ничего себе, ты распрыгала с камерой. И реально шабанка какая-то. Она не может спокойно складывать. Я зеваю. Ну, понятно, да? Э! Это вот второй раз за день. Камила. 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 Камила, иди сюда. Кот ходит, бродит. Ай. Камила. 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 Скажи, мама. Камила, скажи, мама. Камила, скажи, мама. Веселушка. Пчёлка 24 на 7 трудится, да? Складывает всё. Смотрите. Учитесь, как у Ками, складывать футболки в дорогу. Видите, как сложила футболку. Будет мало места чемодане занимать. Ками, давай уже в мастер-классы. Пора же денежку на этом зарабатывать. Ну ты не поругаешь же её. Улыбается. Не весело. Он песенки поёт. Ками. Кремля. Скажи, мама. Скажи, мама. Ты устала что ли? Ты напрыгалась. Ну, ты, может, уже ляжешь спать, может, ты подумаешь над этим? Как ты считаешь? Или ты еще не? Ну, а я, чтобы не терять своего драгоценного времени зазря, раньше, когда Камилушка по ночам не спала, я зависала в интернете. Сейчас же я уже так не делаю, читаю книгу, полезно, очень классно, игры с аутичным ребенком, автора Елены Янушко. Знаю, что будет много вопросов, где я заказывала, заказывала на сайте Wildberries, когда искала различные развивашки для Камилы и вышла в рекомендации. У меня там, кстати, очень много различных книг по аутизму, занятия, лечения, понимания, да, походила. Я это все закинула в корзинку и по мере того, как я дочитываю книгу, буду заказывать. Потому что, ну, смысл тоже просто так это все складировать. О, моя красавица, да, вот будем с тобой заниматься. Книга в мягком переплете, но все очень-очень качественно, белые такие вот страницы, все четко написано. И что мне нравится, что автор настолько разжевал и в рот уже положил для родителей, потому что мы родители, мы не специалисты. Это еще, знаете, понятно, когда, например, родитель с педобразованием, ну, где-то вот у него будет больше понимания. А если ты вообще не связан с педобразованием, да, то для тебя это, честно говоря, дикий лес. Но спасибо автору, она настолько все это разжевала, что это все очень-очень понятно. Я вот так приняла такое решение. Тем более очень сложно найти в нашем городе специалиста, да. И как мама, никто не будет с ребенком заниматься. Это понятно. Но я не теряю надежды, что мы найдем классного специалиста. Ну, и дома нужно тоже это все дело закреплять. Поэтому я теперь обучаюсь сама, читая различные вот книги на эту тему. Сейчас смотрю вебинары. Спасибо огромное Наташе. Наташа, если ты меня смотришь. Она мне скинула различные вебинары по обучению. Сейчас вот этим занимаюсь, чтобы с этой красивой девочкой заниматься, да. Что у нас сейчас состояние позволяет. И, знаете, сегодня Надюшечка меня так порадовала. Скинула мне голосовое в WhatsApp, и говорит, Ида, я видела во сне, как и Милочка заговорила. Представляете, недавно такой же сон видела моя тизешка. И этот же сон видела моя подруга. И, кстати, и тизешка, и подруга видели эти сны не в первый раз, они мне уже несколько раз говорили о том, что наша красивая звездочка заговорила. У меня прям, когда я говорю, прям мурашки под тело. И прям, не знаю, какой-то такой вот. Да, Аллах, я в это очень верю. И, понимаете, когда вот мне Надюшечка сегодня об этом тоже сказала, ну, как бы подруга я, с ней уже очень много лет общалась с тизешкой, этому родной человек, когда мне еще один человечек, очень близкий уже, она мне сказала, что вот такой вот сон видела. Все, у меня появились крылышки. Мне хочется вот двигаться в том направлении, чтобы моя звездочка заговорила. Ну, а такие вот книги будут полезны родителям, да, получить знания, правильно заниматься со своим ребеночком. Всем добрейшего утра. Время у нас сейчас половина восьмого утра. В пять утра я пошла попить кофе. Камилка здесь лежала, развлекалась, складывала футболку. Я пошла пить кофе для того, чтобы не уснуть, потому что уже не было смысла засыпать. У меня целая куча дел, мне надо в семь утра уже просыпаться. Попила крошку кофе, а потом думаю, ну, просто хотя бы полежу, потому что на улице так холодно, в квартире очень холодно. Я уже думала, честно говоря, автономку включать. Думаю, пойду просто с Камилкой полежу, почитаю книгу. Представляете, я уснула в семь утра, у меня будет муж, говорит, вставаю уже в семь утра. В общем, за ночь я поспала всего лишь один час, но дела не ждут. Поэтому одеваем хорошее настроение, одеваем улыбку и идем дальше делать дела. От того, что я сейчас буду убиваться, что я не выспалась, у Камила не давала спать, я только свой день испорчу, да? Ну, так, а что делать? Так тоже бывает. Значит, сегодня я лягу пораньше спать и высплюсь. И вообще, вторая настоя, тому бог даёт, живём под этим девизом. Так, давай идем, красавица моя, расчесываться. У тебя такие красивые волосы, ты такая красивая, ой, какая ты милая девочка, ты просто умничка. Молодец, у Камилы красивые волосы. Очень красивые, они у тебя блестят, да? Ой, ой, ой. Какие у тебя блестящие волосы, Камила. Такие они у тебя густые, длинные. Вот все зрители говорят, какие у Камилы красивые волосы, да? Всем так хочется таких же длинных волос, как у Камилы. Да, такие же блестящие. Такие же густые волосы, да? Ой, ой, какая ты красивая. Давай, чуть-чуть. Смотри, какая расчетка красивая. Красивая. Умничка. Ну, давай еще вот здесь чуть-чуть и все. Ну, все, беги. Так, мама у нас очень холодная, несмотря на то, что сегодня лето. На улице паспурно. И Камилочка у нас очень-очень метеозависимая. Сегодня хотелось мне пойти хоть ненадолго погулять, чтобы она на качельках покаталась. Но я смотрю, что у нее нету желания туда идти. Поэтому я не стала ее заставлять. Я сейчас в первую очередь думаю только о ее интересах. Приходила мама, она говорит, пойдите прогуляйтесь на улицу, подышите свежим воздухом, что и Камилка подышала, покаталась на качельках. А я чувствую, что ей не хочется переодеваться, что ей не хочется сегодня собирать хвостик, что она сегодня какая-то такая вот немножечко нервозная. Да, думаю, зачем я буду это все в ней провоцировать? Ведь самый главный принцип, да, это соблюдение интересов ребенка. Ну, не хочется ей, так ничего страшного. Ведь у любого взрослого бывает такое состояние, такое день, когда ему куда не хочется из дома выходить. Так вот, и Камилочке точно так же никуда не хочется ей выходить. Мой говорит, вон же там дети гуляют, да, говорю, мама, вот я сама, кстати, этому научилась, говорю, мама, нужно научиться не сравнивать своего ребенка с остальными. Ну, пусть и дети гуляют, им хочется, ей сегодня не хочется, да. Ну, из-за того, что там много детей гуляют, зачем ее тоже насильно туда везти? Я вот, например, в последнее время начала очень адекватно оценивать реальный уровень Камилки, ее развитие, да, ориентируясь на ее желание, на ее динамику. Потому что, честно говоря, я очень сильно начала загоняться по такому вот поводу, как вот та вот мама так хорошо занимается, там, водят на реабилитацию, водят на занятия, вот они тому научились, этого научились. Я там себя корю, может, я плохая мама, я там не вожу туда, не делаю это, возможно, или плохо это все дело. Знаете, я прям начала себя этой темой сильно-сильно загонять, и к чему, в принципе, это все хорошему не привело. Потом я села, остановилась и подумала, что стоп, к чему я себя так загоняю? Они все разные. То, что умеет делать Камилки, какой-то ребенок не умеет делать вообще. Да, если он даже умеет там считать до 10, но самостоятельно не ходит в туалет. Да, ведь это очень важный навык, это социальный навык. Поэтому я вот перестала на это все ориентироваться. Я сейчас действую в интересах только своего ребенка и по реальному ее уровню развития. Знаете, у меня нет цели, нет стремления, если было удобно, внешне адекватно, только вот, чтобы себе навешать каких-то там звезд, какая я хорошая мама. Да, это, конечно, хорошая цель, это, безусловно, все очень круто, но я хочу, чтобы это все шло своим чередом и без насильственного, да, вот, чтобы ей было очень-очень комфортно. Я вот заметила, что, когда, и многие из вас заметили, когда я с ней занимаюсь и что-то делаю, когда ей этого не хочется, от этого не получается вообще никакого результата положительного, только я ее загоняю и становится хуже. Поэтому тогда, когда вот ей хорошо, мы с ней занимаемся, не отвлекаемся. Когда у нее состояние, вот как сегодня она может, не хочется ей что-то делать, да ей хочется лежать, сидеть, бегать, складывать, то я ее и не загоняю занятиями, потому что если сейчас я с ней буду заниматься, там, даже просто складывать, например, кубики, да, то она себя начнет кусать, бить, зачем ее травмировать? Вот она на балансирах стоит таких вот. То есть я ей даю волю делать то, что она хочет. Никогда ее не сравниваю ни с кем. Что она несравненная. Будешь баловаться, я тебе ее не дам. Давай сама открывать будешь? А здесь смотри, какая вкусняшка. Смотри, вот так вот надо пальчиком. Вытягивай, вытягивай. Так вытягивай, чтобы вкусняшку в ротик положить. Ух ты! А ты с мамой поделишься? Камень, смотри. Смотри, сколько здесь вкусняшек. Вот так. Смотри, надо вот здесь вот дернуть. Каменька. Каменька. Давай. Смотри, давай. Давай, тяни. Заберет. Эх, ты же должна открыть. Давай, тяни. Вот так. Нет, это еще не все. Тебе надо эту пленку оторвать. Услыхал, услыхал. Давай, пленку вытягивай. Вытягивай, вытягивай. Молодец. Молодец. Каменька. Ну, ты что, будешь баловаться тебе конфеткой? Ой, какие вкусные конфетки. А на нее не заберешь конфетку. Оператор, надо угостить. Оператор снимает. Может, мне это все? Ты мне дашь? Сама вытаскивай. Молодец. Оператор. Ну, все, налетели, налетели, курсуны. Давай, Камилка. Ножку на синий баланс. Осторожно. Ну, ты так будешь убегать, ты не сможешь. Нет, нет, заниматься надо. Давай. Ножку на синий баланс. Давай. Ножку на синий. А вторую. Ой, я не удержу тебя. Давай. И стоим вот так. Молодец. Ножку на синий баланс. Да, можешь попрыгать. Давай. Одну ножку на синюю. Вторую. Да. Давай, стоим. Молодец. А сама сможешь? Давай. Молодец. Ну, все, ладно. Давай, беги. Давай. Давай, беги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok